Один из зрителей в комментариях интересуется усилителем на микросхеме TDA8944. Видимо нашел данную микросхему в составе платы от какого-то старого телевизора, ну и теперь интересуется, не мог бы я обвести ту часть, которую нужно вырезать из платы от телевизора, для того чтобы использовать усилитель отдельно от всего остального. Выпилить нужную часть из готовой платы это конечно самое простое решение, вот только обводить что-то на картинке низкого качества, где не удается даже толком разглядеть детали, это не очень хорошая идея, особенно если еще учесть, что дорожки-то проходят с обратной стороны, и если перерезать их не там где надо, то ничего работать не будет. Поэтому давайте посмотрим все-таки в даташит к микросхеме, и посмотрим что ей требуется для нормальной работы. Ну в общем вот даташит на данную микросхему, ну и как становится понятно сразу из заголовка, какую-то большую мощность выжать из данной микросхемы вряд ли получится. Заявлено всего лишь 2 канала по 7 ватт. И если дальше прочитать общее описание, то там еще сказано, что это на 8-омную нагрузку с 12-ти вольтовым питанием. Так что возможно данная микросхема плохо дружит с низкоомными нагрузками. 6-ом, 4-ома к ней подключать скорее всего не следует. Но с другой стороны, чуть еще дальше мы видим, что есть куча защит от короткого замыкания, от переполюсовки питания, от перегрева и так далее. Так что микруха должна быть довольно живучей. Далее у нас тут идет такая табличка с основными техническими характеристиками, ну из которых наиболее интересно это напряжение питания. Как видно микруха работает с напряжениями от 6 до 18 вольт, но наиболее подходящая это 12, и все остальные параметры указаны именно для 12 вольт. Ну далее в дата-шите у нас приведена вот такая интересная блок-схема, то есть это внутреннее устройство микросхемы, так схематично нам показано. Из чего мы должны понять в общем-то две вещи. Первая это то, что у нас усилитель мостовой, то есть здесь нет общего провода на выходе, вот, и усилитель чисто двухканальный. У него, в общем, нет возможности использовать его в качестве там четырехканального или 2.1, вот, он чисто стерео. И вторая особенность это то, что у него так называемые балансные входы, ну или дифференциальные их еще называют. В общем, усилитель усиливает как бы сигналы не относительно земли, а относительно друг друга, скажем так. Подаются сигналы в противофазе на два входа, и усилитель усиливает разницу между ними. Насколько это актуально в данном усилителе, сложно сказать. Мне кажется, здесь это совершенно не нужно, но вообще балансный вход это, ну, считается хорошо. Он позволяет минимизировать влияние помех наводок на кабель в особенности. Вот, но чаще всего это используется в студийной аппаратуре, там где требуется очень высокое качество, максимально высокое. Или в аппаратуре концертной, ну там где просто используются очень длинные кабели. Там от микрофона до микшера кабель может быть метров 50. Вот, и там, конечно, приходится принимать особые меры для борьбы с помехами. Но вот в усилителях мощности, тем более от телевизора, я считаю, это совершенно не нужно. Но, скорее всего, так просто сделали для универсальности. Мало ли там с чего сигнал будет поддаваться, поэтому на всякий случай сделали вход балансный. Но использовать как небалансный его тоже можно. Я, кстати, дата-шит уже пролистывал, дальше об этом будет сказано. Листаем дата-шит дальше, ну видим, что тут просто распиновка указана, какой вывод за что отвечает. Это не сильно интересно. Далее есть описание того, как эта микросхема вообще устроена, как она работает, как там у нее входные цепи сделаны, выходные цепи. Ну, в общем, это интересно, может быть, почитать, но особого какого-то практического применения для нас это, скорее всего, не имеет. Единственное, что хочется обратить внимание, что у нее выходной ток до 2 А, поэтому она и не может работать с низкоомными нагрузками. То есть ей нужно цеплять 8 Ом для нормальной работы. Ну а вот на пункте 8.3, я думаю, следует остановиться поподробнее, потому что здесь рассказано, как происходит переключение режимов работы микросхемы. Давайте почитаем. TDA8944J имеет три функциональных режима, которые могут быть выбраны путем приложения определенного постоянного напряжения на pin mode. Ну, есть у них там такой pin, называется mode, то есть режим. Ну и вот, подавая туда разные напряжения, мы можем выбирать режим работы микросхемы. Ну и дальше идет описание каждого из режимов. Первым тут идет режим standby. В этом режиме ток потребления очень низкий, и выходы плавают дословно. Но имеется в виду, скорее всего, висят в воздухе, не подключены ни к чему. И дальше указано, что устройство находится в режиме standby, когда... И вот дальше такая вот типа формулка написана. Ну, смысл здесь в том, что напряжение на ножке mode, оно находится в пределах от напряжения питания минус пол вольта до напряжения питания. То есть если с напряжением питания ножку mode соединить, то микроуха перейдет в режим standby. Вот. Или когда вход mode оставлен висеть в воздухе, ни к чему не подключен. Вот. Ну и написано, что потребление энергии в этом режиме меньше, чем 0.18 мг. Следующий режим – это режим mute. То есть, ну дальше написано, чем он, в общем-то, отличается от standby. В этом режиме усилители, ну в усилителе есть постоянное смещение. Ну то есть да, в мостовом усилителе на выходах присутствует половина напряжения питания. Вот если в standby ее не было, то есть выход был полностью отключен, то здесь как бы постоянное напряжение на выходах появляется, но при этом нет никакого сигнала на выходе. Вот. То есть усилитель, скажем так, заглушен. Вот. Ну и дальше да, сказано, что вот это постоянное напряжение на входах и выходах остается как половина напряжения питания. Ну и дальше сказано, что этот режим позволяет избежать хлопков при включении, то есть при включении усилителя он сразу, по идее, должен переводиться в режим mute, а уже потом, через пару секунд, когда все конденсаторы зарядятся, его можно перевести уже в режим нормальной работы и таким образом хлопки при включении. они будут меньше слышны. Вот. Ну и сказано, что в режиме mute усилитель находится при напряжении на ножке mode от 3 вольт до напряжения питания минус полтора. То есть какое-то такое вот среднее состояние. Это режим mute. высокий уровень, как мы уже убедились ранее, это режим stand-by. Ну и третий режим, operating, тут он указан, то есть это режим, в котором усилитель нормально работает. Вот. Ну и данный режим задействуется напряжением на ножке mode меньше пол вольта. То есть для того, чтобы усилитель перевести в режим нормальной работы, нужно вот эту ножку mode закоротить на землю, вот, на минус питание. То есть в данном случае у нас схема с общим минусом, поэтому земля как бы и минус питание это одно и то же. Ну и вот в пункте 8.3.1 как раз таки сказано, что чтобы избежать слышимых хлопков во время включения-выключения, то нужно переводить устройство в режим stand-by перед тем, как его включать и выключать. Ну и сказано, что это можно сделать, если поставить RC цепочку на вход mode. Ну последующие пункты тут уже не так интересны. В пункте 8.4 сказано про то, что в общем конденсатор надо цеплять на определенную ногу, для того, чтобы тоже избежать там каких-то помех по питанию. Дальше в пункте 8.5 описаны защиты, там от короткого замыкания, от перегрева, ну и дальше в последующих нескольких пунктах и таблицах расписаны более подробные технические характеристики. Ну тут в общем-то мало что интересно. Далее два графика, один показывает зависимость тока покоя от напряжения питания, второй тока покоя от режима работы. Дальше табличка 8 в пункте 12. Она интересна тем, что здесь можно увидеть, какая чистая мощность будет. Вот самый первый пункт, тогда выходная мощность. При 10% искажений 7 ватт, при по проценту искажений 5 ватт. Вот, и с чистыми около 5 ватт данный усилитель может выдать в каждый из канала. Так, ну остальное тут не особо интересно, опять же всякие графики тут и так далее и тому подобное. Далее тут есть несколько схем, но это схемы различных внутренних частей данной микроухи. Тут входные показаны цепи, выходные, там переключалка режимов и так далее. Вот, ну а далее идет уже как бы самое главное, что нам нужно, это схема включения. Вот, давайте тут посмотрим, что в общем-то этой микросхеме нужно для того, чтобы она нормально работала. Ну, мы видим, что на самом деле компонентов тут не так много. Более того, многие из них особо не будут нужны. На выходах вообще нет ничего, то есть там напрямую динамики подключаются просто к определенным ножкам данной микроухи. Здесь все просто. По питанию тоже два конденсатора, причем их даже ставить не обязательно, но желательно для того, чтобы было меньше помех по питанию ставится. Один электролитический большой конденсатор, ну здесь указано 1000 микрофарад, ну тут как бы можно менять в широких пределах, вот, ну обычно, как бы, чем больше, тем лучше. То есть я бы поставил 2200, если есть, вот, и это будет достаточно хорошо работать. Ну, по напряжению конденсатор должен быть такой, чтобы выдерживать напряжение питания. Соответственно, если вы будете питать его от 12 вольт стабилизированных, то, в принципе, конденсатора на 16 вольт будет достаточно. Если блок питания не стабилизированный, у него там может быть побольше напряжения, то я бы поставил лучше с запасом конденсатор на 25 вольт, вот, и это будет работать хорошо. И второй мелкий конденсатор, тут 100 нанофарад указан. Ну, на самом деле, это, в принципе, любой не электролит, небольшой емкости, он тут просто как дополнительный фильтрик. Его можно не ставить, но можно поставить тут. Тут емкость можно варьировать в очень широких пределах, он тут мало на что влияет. Еще один конденсатор вешается на 11-ю ногу, но в данном случае тут показан конденсатор на 10 микрофарад. Вот, ну, в принципе, я думаю, что варьировать его можно в некоторых пределах, но найти конденсатор на 10 микрофарад не проблема совершенно. Ну, опять же, по напряжению он должен быть как бы выше, чем напряжение питания. Ну, с мелкими конденсаторами обычно в этом плане немножко проще, потому что они сразу выпускаются на достаточно высокое напряжение. То есть найти там 10 микрофарад на 10 вольт, например, обычно сложнее, чем найти 10 микрофарад на 50. Поэтому, как бы, с этим проблем быть не должно никаких. Я думаю, на плате телевизора таких конденсаторов просто дофига. Так, ну и 10 вывод – это переключение режимов работы микросхемы. Вот, и здесь к нему подключена схемка для управления этим всем делом с микроконтроллера. Но управлять с микроконтроллера нам нет необходимости, поэтому вот это все можно выкидывать. И, как я уже говорил, вот этот вывод 10 можно просто посадить на землю. И усилитель тогда будет сразу переходить в режим нормальной работы. Вот, и я советую сначала именно так добиться того, чтобы он работал вообще. Ну, а потом, если будут какие-то хлопки при включении, тогда можно уже что-то мудрить. Но, скорее всего, в этом необходимости не возникнет. Ну, и теперь переходим к входным цепям. Вот, и здесь показано по каждому из входов вешается конденсатор 1,5 нанофарада. В принципе, их ставить, скорее всего, не обязательно, но это, я так понимаю, своего рода фильтрик от помех высокочастотных, для того, чтобы усилитель не заводился от всяких там телефонов мобильных и прочей всякой фигни. Вот, поэтому, если есть у вас эти конденсаторы, ну, желательно их вот так вот поставить. Ну, и, как я уже говорил, входы у данной микросхемы балансные. Вот, и слева от основной схемы нам тут показано два варианта подключения. Сверху схемка – это вариант подключения балансного источника, как бы, к балансному входу микросхемы. Тут написано «симметричный вход», ну, на самом деле, симметричный, балансный, дифференциальный – это все разные названия одного и того же примерно. И здесь вот этот крыжочек с волной – это сам по себе источник сигнала. РС – это, я так понимаю, его внутреннее сопротивление. То есть, к усилителю это не относится. Это относится к источнику сигнала. Вот, а к усилителю оно подключается через вот такие два конденсатора на 220 нФ. То есть, эти конденсаторы просто подключаются ко входам, и на них подается балансный сигнал. Но, скорее всего, вы будете подавать небалансный сигнал. И поэтому для вас более актуальна вот эта вот схема, которая ниже. Вот, здесь единственная разница – это то, что источник сигнала подписан как «асимметричный», вот, и просто один из выводов посажен на землю. Собственно, все. Тут больше никаких хитростей нет. Вот, то есть, вы подключаете ко входам усилителя вот эти вот конденсаторы под 220 нФ. Вот, ну, а затем получается… один из проводов с каждого входа вы должны посадить на землю. Вот, ну, важно, чтобы это были одни и те же. Ну, например, вот шестой и двенадцатый. Вот, вы просто садите на землю, ну, соответственно, восьмой и девятый – это у вас будут два входа, там, левый и правый. Ну, и, естественно, общий провод у вас тоже соединяется с землей. Вот, тут как бы в этом плане все достаточно просто. Ну, что ж, давайте подытожим, какие детали понадобятся, чтобы запустить данный усилитель. Ну, понадобится сама микросхема, естественно, куда ж без неё. Понадобятся два конденсатора по питанию, и то опционально можно и без них оно работать будет, но лучше с ними. Хотя бы один большой электролит туда повесить явно стоит. Ещё один конденсатор 10 мкФ на одиннадцатую ножку. Желательно два мелких кондёрика по полтора нанофарада или около того, и ещё четыре конденсатора на входа по 220 нанофарад. Или можно побольше сделать, например, 470 нанофарад. Хуже от этого не будет. Меньше не стоит, потому что могут срезаться низкие частоты, ну, а больше немножко можно поставить. Вот, собственно, всё. Давайте посчитаем количество деталей микросхема раз, кондёры по питанию два, три, ещё один кондёр на одиннадцатой четыре, два кондёра по полтора, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять деталей всего-навсего. Ну и теперь, исходя из вышесказанного, вы, конечно, можете найти эти детали на плате от телевизора и как-то там это всё дело выпилить, но мне кажется, что будет реально проще и быстрее собрать это всё на макетке. Думаю, если не спешить, то десять деталей можно впаять примерно за полчаса. Думаю, при желании можно сделать и навесным монтажом, но это менее надёжно и здесь высшая вероятность что-то где-то шибиться, припаять не туда или случайно замкнуть, так что лучше всё-таки на макетке. В общем, главное тут не спешить, делать всё внимательно и аккуратно, и тогда непременно всё получится. Ну а на этом всё, желаю вам успехов в сборке, всем пока!